Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 17 по 23 июня 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 156 сообщений о происшествиях, из них 16 преступлений, 13 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 64 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло три дорожно-транспортных происшествия, причинен материальный ущерб. У МВД России по Ненецкому автономному округу в период с 19 по 21 июня 2019 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по проверке иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ненецкого автономного округа. В ходе мероприятия проверен 21 объект, из них с местом пребывания иностранных граждан 11, строительных объектов 10. Всего сотрудниками управления выявлено 20 административных правонарушений. Должностными лицами отдела по вопросам миграции вынесено 17 решений о наложении административных штрафов на общую сумму 138 тысяч рублей. При проведении проверок иностранным гражданам и принимающей стороне дополнительно разъяснялся порядок пребывания на территории округа и осуществление трудовой деятельности. 21 июня 2019 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Проверено 75 единиц транспорта. Выявлено 9 административных правонарушений. Проведено 8 профилактических бесед. На специализированную стоянку помещен один мотоцикл. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении пяти мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. 17 июня 2019 года в окружную полицию поступило сообщение о том, что в селе Нижняя Пеша Ненинского автономного округа неизвестным лицом повреждено два автомобиля, принадлежащих местному жителю. Прибывшим на место происшествия оперативникам в ходе разыскных мероприятий установлено, что транспортные средства повредили двое несовершеннолетних 2002 и 2004 года рождения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 18 июня 2019 года в окружную полицию обратился житель города Наринмара с заявлением о хищении с его банковского счета неизвестным лицом денежных средств в сумме около 8500 рублей. Оперуполномоченными уголовного розыска в результате проведенных мероприятий установлено, что хищение денег совершил ранее судимый мужчина 1977 года до рождения при следующих обстоятельствах. Он распивал спиртные напитки, находясь в гостях у знакомой. К ней пришел еще один мужчина, в процессе совместного употребления алкоголя с которым гость узнал, что на его телефоне установлено банковское онлайн-приложение. И злоумышленник, решив похитить деньги с банковского счета, через некоторое время завладел телефоном мужчины и покинул квартиру, распорядившись дальнейшими денежными средствами по своему усмотрению. В настоящее время мобильный телефон возвращен владельцу, а в отношении мужчины, по факту хищения денег, следователем следственного отдела управления возбуждено уголовное дело по пункту Г, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Кража, совершенная с банковского счета, а равна в отношении электронных денежных средств. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу обратилась жительница города Наринмара и сообщила, что в период времени с 3 по 4 июня 2019 года неизвестное лицо похитило у нее мобильный телефон стоимостью 3000 рублей. Оперативниками в ходе розыскных мероприятий установлено лицо, совершившее хищение. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1978 года рождения. Полицейским он рассказал, что находился в гостях и употреблял алкоголь с малознакомыми ему людьми, где завладел чужим мобильным телефоном, в дальнейшем распорядившись им по своему усмотрению. В настоящее время мобильный телефон у злоумышленника изъят, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В минувшие выходные в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу обратились двое жителей Наринмара, заявивших о случаях мошенничества. В первом случае мужчина в социальной сети ВКонтакте получил сообщение якобы от своего знакомого с просьбой одолжить денег и не перезвонив просящему на телефон перевел требуемую сумму в размере более 12 тысяч рублей по указанным реквизитам. В дальнейшем он узнал, что аккаунт знакомого был взломан и сообщение прислал не он. В другом случае женщина, желая оформить кредит с целью поездки на море, нашла в интернете банк, предоставляющий займы, и оформила заявку. В дальнейшем, в период времени с 19 по 22 июня 2019 года, ей на телефон звонили люди и, представляясь то работниками банка, то курьерами службы доставки, под предлогами оплаты оформления документов по кредиту, страховки, курьерских услуг, просили переводить разные суммы денег, что доверчивая женщина и сделала. Всего она перевела денежные средства на общую сумму около 60 тысяч рублей. Уважаемые жители округа, стражи порядка напоминают вам о том, что необходимо быть внимательными и бдительными. Не переводите денежные средства своим знакомым, не убедившись, что именно они хотят одолжить у вас деньги. Не переводите деньги за услуги якобы банков, организаций, магазинов, не удостоверившись посредством личной встречи с их представителями. Не давайте возможность мошенникам завладеть вашими деньгами. 23 июня 2019 года в дежурную часть окружной полиции обратилась жительница Наринмара с заявлением о хищении у нее 15 тысяч рублей. Сотрудниками управления в кратчайшие сроки установлено, что денежные средства похитила ее знакомая 1983 года рождения, когда находилась в гостях у заявительницы, и они употребляли спиртные напитки в компании малознакомых лиц. В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отдел по вопросам миграции Управлением ВД России по Нейнскому автономному округу обратился гражданин Таджикистана с целью оформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Сотрудниками полиции в ходе проверочных мероприятий установлено, что иностранный гражданин предоставил заведомо подложный сертификат о прохождении государственного экзамена по русскому языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 21 июня в 22 часа для почтения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны сотрудники Управления МВД России по Нинецкому автономному округу, ветераны и представители Общественного совета приняли участие в общероссийской социальной акции «Завтра была война», проводимой Министерством внутренних дел Российской Федерации. Участники акции зажгли свечи, символизирующие дни и ночи боев, поражений и побед, и возложили цветы к памятнику Наринмарским портовикам. 22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в Наринмаре у обелиска Победы прошла торжественная церемония возложения цветов, в которой приняли участие начальник Управления МВД России по Нинецкому автономному округу, полковник полиции Олег Яковлев, руководство региона и окружной столицы, представители органов власти, члены ветеранской организации, а также руководство силовых ведомств и служб. Все собравшиеся почтили память погибших героев в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания, и возложили цветы к обелиску Победы. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Нинецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.